Встретился какой. И не раздетый, не пьяный. Это редкость такая на рулетке. Тут половина мужиков голые валяются. Копейки не стоят. Раньше мужчина показывал ордена, погоны, а сейчас ничего. Одну писью показывает и всё. Да, да, вы правы. Вот такое дело. Гляжу тут, примерно я посчитал, процентов 80 мусульмане. Я с ними разговаривал. Я говорю, вы-то зачем здесь? А вот это познакомиться. С кем знакомиться? У тебя 4 жены, ты с ними разберись сначала. И там колы надо платить. А здесь 44, все голые. Вы как жеребцы весенние, пришли на чужих кобыл. Хохочут сидят. А вы зачем на меня? А вы зачем? А я за тем, чтобы вас познакомить кое с чем. Стоять. Стоять. А вот. Сей, плес. Матер Раша, это лучше. Холи Байбел. Матер Раша, ну. Так. Фук, матер Раша. А? Фук, матер Раша. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Кто они такие? Ну, я... ДТВ, Максим, не ири. Я конкретно сказать, наверное, не могу, но я как понимаю это... Как я знаю, двумя пальцами не крестил. Я вообще даже не православный. Ну, если не знаете, я вам могу рассказать, только чтобы не ругались. Ни одного матерка, чтобы не было. Рассказывать. Договорились? Договорились. Так, старовера, это когда князь Владимир крестил Русь в 989 году. Наш, слава тебе. Еще одного одетого встретили. Вся рулетка раздета в дребезги. Головы закружились в мужике от весеннего зловония женского. Ну да, возможно. Вот так. Тут понадобилось мусульмане везде. Вот 60 разных стран здесь. Австралия, я все проверяю, вот гляжу. А везде русские. Нигде такого разврата нет. Как только перекрестишься, так все мусульмане как один падают в обморок. А русские начинают материться. Глаза куда-то под лоб закатят. Ребятишки визжат все. Это место. Это место. Мусульмане. Мусульмане. Мусульман. А теперь я говорю, смотри, считай, что написано. 150 человек ни один не может прочитать. Да какая же это ваша вера-то. Ты должен знать закон, исполнять его. Это книга запечатанная для них. Поэтому умеют только то, что прыгать на чужих кобыл. Вот если вопросы есть о спасении души, можете задать. Постараюсь ответить. Ничего не слышно, ни одного голоса, ни звука нет. Микрофон надо рядом поставить. Испугались грешники? А Боге-то вам что-то рассказать надо? Вас совершенно не слышно. Ни одного слова. Микрофончик возьмите ближе. Не слышно. Посмотрите, что у вас. Почему он не говорит? У меня рядом это. Вот я говорю, вам слышно? Вы задавайте какие-то вопросы, я вам отвечу. Что нам написано здесь? Ну, что? Помирать-то думаете? На суд Божий идти? Да. Там улыбки кончатся. Там плащ и скрежет зубов, если человек не покается. Тут на одну женщину, если человек не знает пути, он обязательно заблудится. У него должен быть маршрут. А маршрут прямой, через Голгофу на небо. Только так. Это же жизнь. Только не материтесь, не ругайтесь, разговаривать будете. Я понял, понял. Извините, пожалуйста. Мы свидетельствуем о Боге, о вечности. Здравствуйте. Здравствуйте. Дождался? Давно ждешь меня здесь? Да. Вот. А тут-то перед тобой все голые бабы бегут. Да мужики голые. А я тебе расскажу о Боге, о вечности, как душу спасти. Вот она, святая книга. Давайте. Бог сотворил человека. Но первые люди Адам и Ева согрешили. И Господь изнал их из рая. И все люди стали рождаться смертными. И умерло уже больше ста миллиардов людей. И вот две тысячи лет назад Господь посылает на землю Сына Своего Иисуса Христа, который воплотился от Девы Марии, Духа Святого, и взял грехи мира на себя. Я что, сонный мужик. А как увидел, я перекрестился. Он сразу вздрогнул. Воин. Война объявлена. Слава Христу. Вы знаете, что Пасха будет через две недели? У нас тоже. У нас мы цыгане. У нас будет тоже. У вас что будет тоже? Тоже Пасха. Будем пироги делать. Все по-цыгански. А кто, с кем является Христос для вас? Смотри, с кем. Иисус Христос, с кем является для вас? Ну кто, товарищ сзади вас, он компаньон, там, вместе там что-то делаете. Ну, что-то делаете же вы там. А вот Христос кем является? Кто знает? Ну, молодые не знают. Ну, ты можешь точно знать, что он наркотиками не торговал, Христос. Что-то рот раздинуло, ни одного звука нет. Боишься греха? Или не боишься? Ничего не слышно у вас, голоса нету. Микрофон подключите. У вас не слышно, микрофон ваш не работает. Не слышно, ничего нету, нету. Нету. Не может сказать, ничего нету. Не забыл. Пришел сюда, вам показать, что тут делается. Может, кто-то задумается. Здесь задумывается, гамора, люди, ты чего-то. Я так и говорю. Поэтому Господь послал сюда, чтобы людям возвестить, что будет судить по этой книге людей. Все там будем. Нет, не все. Не все. Перед судом. Одни перед судом. Тут все будут. Одни будут в Царстве Небесном, другие с сатаной в огне огня. Согласен полностью. Каждому слову подписываюсь. Хорошо. Только чтобы не ругались. Тут очень много людей, у которых усов нету. Я говорю, а вы зачем сюда пришли? Ну, вот я говорю, так я тебе расскажу, если ты забыл. У тебя дома четыре жены тебе разрешается, и за всех колы им платить надо. А тут 44 голые и бесплатно. Вот-вот тут весенние жеребцы пришли. Ах, хохочут, сидят. А ты не хохочи. Ты посмотри в этой книге, что написано. Вот в этой. Посмотри, я говорю. Ты знаешь эту книгу? А теперь прочитай, что тут написано. Вот. Это его книга. И на 150 человек ни один не мог прочитать. И как ты можешь исполнять закон, когда не считал ни разу? Они такие же, эти люди, как наши православные. Тоже ничего не знают. Близок Господь. Я посмотрел, тут 60 стран. Сразу разговаривает, как-то увидит что-то с бородой. Вот такие вот глаза делают. И смотрят. Я тогда перекрестился, и все полщища падают. Ни одного нету. Молодец. Крестное знамение. Поражает всех. Я говорю, вы читали хоть что-то из этой книги? Я не читал, дед, не читал. Ну, я людей спрашиваю. Я говорю, у вас тут, не знаете кто, 80% какие-то джигиты без усов. Пришли, я говорю, весенние жеребцы на русских кобыл прыгать. И зачем вам это надо? У тебя дома 4 жены, занимайся ими. Согласен, дед, согласен. Так вот, надо думать о вечности. А одним днем жить, куда-то один день-то. Все норовят. Вот был такой Березовский, Борис Абрамович. А у него друг генеральный прокурор, Скуратов. И Скуратов его спрашивает. Боря, а что ты в Израиль-то к себе на родину не едешь? Он их ничего себе. Утром проснуться и заранее знать, как тебя 8 миллионов там евреев думают обмануть. Надо думать, что после себя оставишь. А после себя что-то оставишь? Пустую бутылку? Брошенную жену? Не знаю. И главное, здесь все пьют и едят. Как не зайдешь, то ли голодное здесь полщище пришло из блокадного города. Все почти пьют. Я говорю, а вы знаете, почему пьете? А почему пить хочу? Почему на других рулетках нигде не пьют, а здесь только пьют? Это место дыра преисподнюю. Сатана всех статул. А ты глушишь, у тебя огонь блуда горит, ты хочешь залить его. Потому что еще не попала ту, которую тебе бесплатно дали. Ай, молодец. Ладно, дед, давай, удачи. Пошел я на обход. А какой же вам обход-то? Где там, где лежат или стоят? Нет, я же на работе вон на обход. Да никуда не денется. Напрасно бодрствует, страшно, если Господь не охраняет. Я тоже на этой работе был. У нас в стране как? Половина, говорит, воруют, а половина милисты гоняются за ними. И все машины едут куда-то. А о Боге не думают совсем. И не знают, где Бог, на небе ли в Кремле. Вот здесь он, вот здесь. О, здесь. А что, если здесь, значит, тогда все стоят на место. Считай Евангелие. Живи по заповеди Божьей. Написано, кто будет веровать, креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И в этом все для человека. Вот Солженицын Александру Исаевичу присвоили, когда Нобелевскую премию. Он получал, должен слово сказать. И он говорит, вот я писал в ГУЛАГе, ну, уничтожение нации идет. 66 миллионов только голов отрубили. Это ни один Гитлер этого не делал, чтобы свой народ уничтожать. Это, говорит, я слышал в детстве такое. Люди забыли Бога, тире, отсюда все. Весь уголовный кодекс. Возьми, кто ворует, коррупционеры. А кто такой? Такой-то, такой-то. Сердюков этот, министр обороны. Своровали миллиарды. Подставили Васильева. За него проголосовали депутаты. Отпустите. Она сразу исчезла. И с ним полста миллиардов рублей. Почему? Бога нет. Раз Бога... А вот смотри, я не пойму. Я понимаю, Бога надо там не то, что даже я в церковь не хожу. Я считаю, если веришь в него, допустим, то необязательно даже в церковь не верить. Ну, душой надо верить. Вот. А вот всякие вот папы, которые там приют, государства, всякие патриарх Кирилл. Ну, какие они богослужители? Только без рук, они, чтобы ни одного матерка не сказали. Хорошо? Да, да. Смотрите. А иначе вы жалеть будете об этом. Так почему они такие? А мне зачем судить? Господь сказал, говорит, что ты судишь в братах, видя сущок в его глазу, когда у тебя бревно невытащенное. Как ты можешь ему подсказать, когда живешь без Бога? Понимаете как? Надо быть безупречным во всех вопросах. Вот тогда да. И веру твою ты должен выстрадать, чтобы она была действительно, как алмаз, блестела. Тогда они ничего не могут сказать. Надо научиться жить бедно и красиво и интересно. Это у нас как лозунг. Вот мне Господь позволил, мы с нуля строим православную деревню. 21 тысяча сел исчезли. Мы взяли землю, где родина была, зарегистрировались, получили землю. Построили храм, государственная школа. То есть все по закону. Но поселиться можно кто не лжет. Вы можете сейчас разговаривать, чтобы ни разу не изругаться? Я говорю, как Бог проживает. Ну вот тогда слушай внимательно. Если хочешь знать волю Божию, достань такую книгу. Ага. Библию, я читал ее. Я читал ветки звери. Это детская... Что ты считал? Ветки звери читали? Душу спасти. На нам священное писание, вот Библия, она отвечает на все вопросы. Вот нас спрашивают, а зачем мы пришли в эту рулетку? Тут Содом и Гаморра. Тут один блуд идет. Господь сказал, нужду во враче имеют больные, а не здоровые. И тут все пьют. Пьют и едят все. А почему тогда Бог послал все беды и все зло на свете? Вот так. Только чтобы ни одного плохого слова не сказали. Как бить потом? Ни одного слова, чтобы не сказали, не ругались. Договоримся. Да. Я говорю, зачем породить, чтобы бить потом? А вот. Нужно знать Писание, которое говорит, что Христос умер за нас. И взял грехи мира на себя. Чтобы мы верой в Него получили прощение грехов. Господь, вот пришла, знаметьте, сидят люди богатые. Пригласил Его человек в гости. Ну, это же Иудея, южная страна. И вдруг приходит женщина-блудница. Ну, по-нашему путана сказать. И она стала плакать из этой норки-то своей. Подними голову повыше. Всё, от алиментов спрятался? Думаешь, тебя жена не найдёт тут? Да, не найдёт. Власть, поговорим о Боге. Я вам покажу великое и дивное. Для вас недосягаемое. Не можете, вас там заковали в кандалы, ноги не поднимаются. Знаете, на кого вы похожи? Во! Повыше только эту трубку-то изо рта уберите. Изо рта уберите. Мы будем говорить о Боге, о вечности. Вы как в хирургическом отделении, проводами опутаны. Не, он на хатаму-то похож. Вы по-русски не понимаете? Берю на хатаму-то похож. Дивный Господь. Он показывает человеку путь жизни во Христе Иисусе. А да хорошо. Вот так. А если человек не верит, то написано, лучше бы ему не родиться. Потому что ждёт его муха вечно с сатаной в озере огненном. Да ладно, хорошо. Так, чтобы не ругайтесь. А то старое поколение ругается, как молодые. Да, мне знаю, тут. Ночится быть ожены. А вы что так плохо говорите? Вы не русский? Эстонец. Эстонец? Инсульт у меня. Инсульт? Инсульт. Инсульт, да. Ну так вот, хотя инсульт-то вы не считать-то можете. Вот эта книга у вас есть? Эту. А у вас там храмы есть православные? Есть. Ну достаньте, пенсия у вас есть. Купите Библию. И считайте. Там закон с Божьей написано, чтобы верить во Христа. Ибо он взял грехи мира на себя. С батюшкой познакомьтесь. На исповедь сходите. Если не крещеный, крещение примите у веровав сначала. А так что ты один заброшенный? Зарастешь что-то, их знать никто не будет. А вот туда? Да ниоткуда я, в Барнауле нахожусь, Алтайский край. Ах, хорошо. Я из Удмуртии. Из Удмуртии? А. Ну что же. Это расстояние все-таки ближе. А как ты? Вы знаете о себе, как душу спасти. А если все знаешь, весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выплат отдашь за душу свою? У всех дела, главное, интересуются. А какие дела? О Боге надо все знать. И дела направятся. А этого мыша-то вы где-то достали. Достали мы где-то. Сколько вам лет, если не секрет? Ну если я скажу еще изменится. Ну, просто интересно. Вы тут же отключите и забудете, что я вам говорил. Надо считать вот эту книгу. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. А тут опять твой друг. Что сидим? Идите на благовестие. Проповедуйте Евангелие всей твари. Спасибо. Боже. Спасибо.